Шайтан Саул ханской кухни ведал он, а лисица Ясаул на посылках бегала. Ворона-вещунья, знахарка-колдунья, воробей-советник, ябедник и сплетник — это только присказка, шутка-прибаутка. Хочешь слушать? Подожди, сказка будет впереди. Повстречал однажды шайтан Тихканина. Решили они взять у богача в аренду кусок земли, вместе пахать и сеять. Так и сделали. Посоветовались и посеяли кукурузу. Выросла кукуруза, поспела. Стали они совет держать. Как же им урожай поровну поделить, чтобы никому не обидно было? И говорит Тихканин шайтану. Вот и убрали весь урожай. Друг, бери себе ту часть, которая тебе больше нравится. Поглядел шайтан на кукурузу. Видит, внизу стеблей много, а наверху только кое-где среди листьев початки выглядывают. Он и говорит. Будь что будет, друг, возьму себе я стебли. Ну ладно, а я возьму. Что сверху? Пошел Тихканин в поле, сорвал все початки, а стебли шайтану оставил. Обрадовался шайтан. Здорово же я этого простака обманул. Ему всего несколько мешков кукурузы досталось, а у меня ее вот сколько. После собрал он все кукурузные стебли. А Тихканин высушил кукурузу на солнце, отделил от початков зерна, сложил их в мешки и повез на базар. Шайтан навьючил стебли на осла и тоже пошел продавать. Тихканин за один мешок кукурузы взял восемь монет, а шайтан за свои стебли с трудом несколько грошей получил. Обидно стало шайтану. Какой же ты бессовестный! Обманул меня, а я тебе поверил. Чудно ты, шайтан, рассуждаешь. Ты же сам выбрал свою часть урожая. Ну, давай еще вместе поработаем и выберешь опять то, что тебе больше понравится. Стали они опять вместе работать. В этот раз посадили морковь. Когда пришло время убирать урожай, стали совещаться. Тихканин сказал... В прошлом году ты говорил, что я тебя обманул. Выбирай первым свою часть урожая. Угу. В прошлом году я нижнюю часть урожая взял и обманулся. Возьму-ка я теперь верхнюю. Осмотрелся шайтан. Видит, все поле листьями покрыто. А потом и говорит дихканину... Ну, приятель, на этот раз, что на земле, мое. А то, что под землей, твое. Ладно, я согласен. Забрал шайтан зелень себе. А дихканин всю землю вскопал, собрал морковь, сложил в корзину и повез на базар. Шайтан связал листья, нагрузил ими осла и тоже отправился продавать. Дихканин быстро продал морковь за пять-шесть монет. А шайтан сколько ни старался, никто ему за всю его зелень ничего не дал. Рассердился шайтан. Шумгам поднял. Ты в прошлом году меня обманул и в этом. Смотри, у меня один убыток. Ты должен мне денег. Так они спорили, спорили и оказались у ворот базара. Вдруг видят на дороге под деревом два горшка с золотом. Смотри, шайтан, как нам повезло. Здесь два горшка с золотом. Один горшок ты себе бери, а другой я возьму. Нет. Два года мы с тобой вместе работали, а ты меня все время обманывал, когда урожай делили. А теперь хочешь обмануть меня с золотом? Нет, так не пойдет. Ну а что, по-твоему, нам делать? Кто из нас старше, тот все золото и заберет. Тебе сколько лет? Ну, сначала ты скажи, а уж потом я. Ладно, мне сто семьдесят лет. Дихканин тут и давай плакать. А черт удивился и спросил. И я? Чего ты плачешь? Да вот, вспомнил про своего младшего сыночка. Вот ему, ему было бы сейчас столько же, сколько и тебе. Вот и взгрустнулась мне. Вот как. Если твой меньшой сын был мой ровесник, Так тебе самому должно быть столько лет, сколько моему деду. Опять хочешь меня обмануть? Давай лучше вот что сделаем. Будем по очереди друг друга на себе возить. Песни петь. Кто из нас больше песен знает, Тот золото и забирает. Ну, что ж теперь делать? Пусть будет по-твоему. Сел шайтан Дихканину на шею и поехал. Три дня и три ночи песни пел, А потом сказал. Ну вот, мои песни кончились. Забрался Дихканин к шайтану на плечи и запел. Н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н И мы потом продолжим Рассердился шайтан Сбросил Дихканина со спины И убежал На том их дружба и кончилась А Дихканину Оба горшка с золотом достались Вернулся он домой И раздал все Нуждающимся Они его благословили И пошли Дела Дихканина в гору Аудиосказка была представлена Агентством информации и массовых коммуникаций Совместно с Министерством Дошкольного образования